И сегодня у нас в гостях ректор ЮРГУ Александр Шостаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Леонидович, первый вопрос. В своем интервью мистер Ронда Кло говорил о том, что ЮРГУ удалось четко и ясно сформулировать свои задачи и цели. Расскажите, в каком направлении начнет или продолжит развитие университет после заседания Международного научного совета? Мы выслушали мнение членов Международного экспертного совета. Это мнение было позитивное в нашу сторону, потому что они оценили значительную работу, которую провел университет в течение прошлого года. Эта работа в основном была направлена на реструктуризацию университета, на изменение некоторого управленческого опыта нашего университета, внедрение проектного управления. Мы ведь сделали 74 проектных команды, которые занимаются частями нашего проекта и программы 5.100. А сегодня мы рассматривали, закончили, вернее, вчера вопрос, касающийся содержательного состояния нашей программы. И университет будет развиваться в направлении концентрации усилий, увеличения научных результатов нашего научного потенциала в ключевых направлениях, которые были определены программой 5.100. Это бигдейта, суперкомпьютинг и облачные вычисления, это инжиниринг, материаловедение, прежде всего, и агрокосмический инжиниринг. Это новые материалы. И у нас успешно развивается медико-биологическая школа. Это совершенно новое направление, которое, казалось бы, как-то странно появилось в нашем университете, но оно набирает обороты, увеличивает потенциал. И вот я думаю, что самые такие серьезные доклады, которые дали в какой-то мере даже пример, как нужно работать в рамках этой программы, были из медико-биологической школы. Поэтому мы будем концентрироваться на поддержку вот этих направлений. Нам нужно усиливать коллаборации, то есть сотрудничество с международным научным сообществом, привлекать в эти коллективы, которые обеспечивают ключевые направления развития нашего университета, ведущих специалистов из зарубежных университетов. И мы это будем делать и на основе уже такого международного опыта развивать эти научные коллективы. Но я также должен сказать, что мы даем возможность и будем давать возможность всем, кто хочет вырасти в научном плане, а за этим последуют хорошие образовательные программы, вырасти. То есть это не означает, что мы будем поддерживать только вот эти ключевые направления, которые были обозначены в программе 5.100. Мы будем поддерживать все амбициозные силы нашего университета, которые хотят, а они у нас есть, вырасти в крупные, серьезные, научные направления. Вот вы практически ответили на следующий вопрос. Рассуждая о том, какой совет дать молодому себе, мистер Эдвард Монсер говорил о том, что необходимо совмещать работу и учебу в студенческие годы, а также как можно скорее получить опыт международного взаимодействия. Вот может быть вы можете уже сейчас рассказать, какие новые программы будут созданы для студентов? Ну, в сентябре этого года мы запускаем очень нужную и важную магистрскую программу – это обработка данных и искусственный интеллект. Вот эта программа, она будет находиться в струе нового направления развития не только нашего университета, но страны и мира, который продвигает корпорация «Эмерсон». Это цифровое производство. И в этом направлении сегодня у нас преддоговорная стадия с нашим крупнейшим партнером Магнитогорским металлургическим комбинатом, где мы вот эти новые технологии, которые в мире на сегодня только зарождаются, будем развивать уже с конкретными приложениями партнера, которые являются крупнейшим партнером не только в нашей стране, но и в Европе и в мире. Профессор Ашакумар Мутападьян считает, что ЮРГУ движется в правильном направлении, работая, среди прочего, над улучшением позиций в рейтингах QS, повышая качество публикаций академической и студенческой мобильности. Однако, по его мнению, успех не приходит быстро, а достигается годами. Как Вы считаете, сколько времени потребуется ЮРГУ для того, чтобы стать одним из мировых лидеров в области образования? Я не могу так сказать, что мы вот завтра, в будущем году станем вот этим одним из лидеров в этом направлении, но у нас программа до 2020 года, и по этой программе мы должны занять неплохие места в рейтинге QS, в рейтинге Z и в частных рейтингах по отдельным научным направлениям. И я думаю, что мы обязательно должны к 2020 году позицию в рейтингах занять. А как Вы оцениваете вот уже динамику какую-то? Динамика есть, особенно последние годы. Мы демонстрируем очень неплохую динамику в количестве публикаций, в цитируемости, но для того, чтобы нам двигаться больше, мы все-таки вошли в эту программу во вторую волну, и у нас меньше временной лаг для того, чтобы добиться результата. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что мы будем стремиться делать так, чтобы динамика была лучше. Мистер Джей Ван Ким верит, что Юрко обладает особым преимуществом по сравнению с другими вузами. Он соединяет Европу и Азию. А Вы можете рассказать, каким образом наш университет делает это? Мы работаем и с европейскими университетами, и с социальскими университетами. И вот это обстоятельство, наверное, и Джей Ван Акима подвигло на вот такое высказывание. Но по факту в нашем международном совете очень высококвалифицированный специалист Рон Кло с высочайшим индексом Хирша, это из медиагобиологического направления, из Голландии, из Амстердама. А сам Джей Ван Ким из Корейского Сеульского университета передовых исследований, и он был президентом этого университета, то есть он не просто блестящий ученый, он еще руководитель науки очень высокого уровня. И, значит, у нас есть контакты непосредственно и с его научной школой, у нас есть контакты с европейскими научными школами. Ну вот это не только географическое положение около хребта Уральских гор, но еще вектор развития и в Европу, и в Азию. Отвечая на вопрос о вызовах, стоящих перед обществом сегодня, профессор Панетис Каутентис назвал несколько проблем. Это резкий рост численности населения, сохранение ресурсов и поиск новых источников энергии. А какой вклад вносит ЮРГУ в решении данных проблем? Южноуральский государственный университет долго занимается вопросами, связанными с энергосбережением. Потому что, с одной стороны, нужно получить ресурсы, а с другой стороны, нужно ими правильно распорядиться. И первая программа нашего университета, национального проекта образования, была нацелена на энергосбережение. Программа, связанная с развитием национально-исследовательского университета, также была связана с энергосбережением. И сегодняшняя программа цифрового производства четвертой индустриальной революции, одни из трех направлений, ключевых направлений, это использование энергоэффективных технологий. И мы продолжаем этим заниматься, я считаю, достаточно эффективно, потому что один из ведущих профессоров Высшей школы электроники и компьютерных наук является непосредственно стратегическим менеджером, опять же, Магнитогорского металлургического комбината в области энергоэффективных и энергооперегающих технологий. Александр Леонидович, и завершая разговор, пожалуйста, подведите итоги заседания Международного научного совета. Международный научный совет провел такую очень плодотворную работу, очень напряженную работу в течение трех дней. Мы услышали достаточно много советов, и сейчас мы их систематизируем, и они превратятся в управленческие решения. Я могу добавить только то, что во время Международного экспертного совета проходил также наблюдательный совет Виктора Борисовича Христенко, который 15 лет был министром промышленности и торговли России. Он, послушав лекцию Эдварда Монсера о 4-й индустриальной революции, сказал, что ЮРГУ сформировал правильный Международный экспертный совет. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был директор ЮРГУ Александр Шостаков. Продолжение следует...